Дело в том, что злоумышленник может находиться совершенно в любой точке мира. У него должен быть для этого, например, IP-аппарат или программа на компьютере, которая подключена к гарнитуре. Этот телефонный аппарат или гарнитура включена, в свою очередь, в интернет, а через интернет подключен телефонный аппарат к некому оператору связи. И вот этот оператор связи, к которому подключен злоумышленник, может подставлять любой ООН. В переводе на русский язык определение номера. То есть я вот здесь могу настроить таким образом, чтобы телефонный номер определялся тому, кому я позвоню, совершенно какой угодно. То есть оператор связи злоумышленник или почему это происходит? Есть ряд операторов связи, их небольшой процент во всем мире, которые занимаются сливом IP-трафика. И они позволяют подставлять совершенно любой телефонный номер, который настраивается вот здесь, на аппарате. То есть это наши известные операторы, то есть расшифруйте понятие оператор связи. Оператор связи – это компания, у которой есть телефонный коммутатор, и который осуществляет соединение между абонентами через свой коммутатор. То есть звонок поступает на телефонный аппарат в полицию, например, на номер 02. А здесь на номер 02 может определиться телефонный номер вашей бабушки. А при этом тот, кто звонит, может находиться в Австралии. А это законно деятельность подобных операторов? Деятельность подобных операторов не регламентирована в некоторых странах. Такие операторы могут находиться за границей. Преимущественно они дислоцируются в Прибалтике. И российское законодательство на них не действует. Дело в том, что вот этот IP-аппарат может быть подключен к любому оператору. Но надо сказать, что и у нас в России есть операторы, которые позволяют подставлять любой ООН. То есть автоматически определить номер, который определяется от того, кому звонит данный злоумышленник, например. То есть получается, что оператор связи, который обеспечивает полицию телефонным номером 02, он видит, что звонок пришел с телефонного номера с улицы Блюхера в Екатеринбурге. А он не видит, что на самом деле он осуществлен и инициирован из Австралии через коммутатор, находящийся в Прибалтике. Вот в чем дело. Повлиять на такого оператора невозможно? Невозможно. Более того, даже никто не знает, через какого оператора был осуществлен этот звонок. Потому что подставлен лжеопределитель номера. Неужели не технических средств все-таки установить хотя бы оператора и так далее, всю цепочку? Удается установить IP-адрес, через который был осуществлен звонок. Ну, IP-адрес, естественно, промежуточный и тоже подставной. И за этим IP-адресом существуют другие IP-адреса, и определить злоумышленника невозможно. А, ну то есть мы можем установить IP-адрес, но там анонимайзер как бы и... Совершенно верно. Поэтому вот в этом и заключается проблема сегодняшнего дня. У спецслужб нет никаких привилегий технических, позволяющих вычислить? Да, к сожалению, это так. Возможно, что в ближайшее время наши головы, а в России такие и есть, придумают технологии, позволяющие отслеживать все-таки, кто же вот здесь вот оказался, но вероятность нахождения слишком мала. Продолжение следует...